Приветствую всех! Вы на канале школы вязания нашей пряжи. В сегодняшнем видео мы сажим с вами вот такие слитки лодочки ну или же туфельки спицами. Сейчас такая модель туфелек очень популярна среди магазинов яйцы. Вот так примерно они выглядят. Украшаются пуговицы помпонами и их стоимость 33 доллара. Так зачем нам так много платить? Мы можем это все намного дешевле связать, качественнее, да еще и под свой размер. Значит смотрите, я сама выводила размер вот этого полотна, чтобы получить вот этот такой следочек. Значит у меня здесь прямоугольник получается без вот такого тупого угла. Еще один большой плюс у нас нету шва на подошве. Здесь мы сделаем так, чтобы у нас будет закругленная, видите, кругленькая такая пяточка, несмотря что здесь все у нас ровно. Значит полотно наше вяжется в вот таком направлении. Наборный край, закрытый край. Вот эта часть для всех размеров одинаковая. Здесь мы должны под свой размер редактировать. Значит как вычисляем размеры. Мерите длину стопы. Сколько сантиметров у вас длина стопы. Вот у меня 22 сантиметра. Затем полученное число. Отнимаем 10 процентов на растяжение. Мы всегда убираем 10 процентов, но добавляем еще один процент. Ой, один процент, один сантиметр. Это вот этот носик у нас упирает на один сантиметр, поэтому один нужно вернуть. Плюс один. Вот 20, 21 сантиметр должен быть полотно. Вот это все, 28. Меряем, это и есть вот 21 сантиметр у меня. Дальше ширина. Ширина должна быть 15,5 сантиметра. Вот тоже есть. Значит ширину одинаковую берем для всех размеров. Длину вот эта часть разные размеры. Вот эта часть одинаковые размеры. Значит убавку я у себя делала на высоте 15 сантиметров. 21 минус 15 это 6 сантиметров последние одинаковые. Итого под разный размер я пишу вам сколько сантиметров полотно у вас должно быть. Слитки эти вяжутся из достаточно плотной пряжи, поэтому я взяла для своего вязания с пряжи на кус портвол. Значит это у нас 25 процентов шерсти, 75 премиум акрила. Так и метраж 100 грамм 120 метров. Но если здесь мне рекомендуют спицы 6-7, то вяжу я спицами 4 и 5 миллиметров, чтобы сама вязка была плотной. Плюс еще берем иглу и если вы будете их украшать, то или пуговицы, или помпончики, или мех. Чем вы там будете их украшать. Сколько грамм уйдет на два следочка я покажу в конце видео, когда довяжу второй. Так, значит для ширины 15 сантиметров я должна набрать 28 петель. Набираю классическим способом вот так на две спицы. Так, петли набраны и вяжем мы теперь платочным узором. Крайнюю петельку снимаем, каждую следующую провязываем лицевой петлей. Вот, все лицевые выполняем за переднюю стенку лицевой. Так вот, я лицевыми довязываю все петельки, последнюю провязываю изнаночной петлей. Вот так. Все последующие ряды вяжутся так же. Первую петлю снимаем, каждую следующую провязываем лицевой петлей до последней петельки. И последнюю вяжем изнаночной петлей. Значит так мы получаем платочную вязку. Продолжаем вязать каждый ряд платочной вязкой. Я провязала в высоту платочным узором 15 примерно сантиметров. Так, смотрите, это у меня сейчас провязано 54 ряда. Так, дальше. Петельки делим на 3 части. Если у меня 28 петель, я делю на 10. 10, а по центру 8 петель. Так вот примерно, если у вас другое количество, тоже делите. Треть мы закрываем полностью. Последнюю треть мы довязываем. А здесь вот так плавно вяжем. Смотрите, я для правого и левого следка одинаково закрываю с этой стороны. Но просто потом для другого следка переверну и будет вот эта у меня лицевая сторона. Так, значит, если было 54 ряда, сейчас у меня 55 ряд. Работа наша закрыть 10 петель. Первую петельку снять, вторую провязываем лицевой, первую набрасываем на вторую. Первая петля закрыта. Дальше. Одна лицевая, первую петлю набросить на вторую. Закрыта вторая петля. Продолжаем. Одна лицевая, первую набрасываем на вторую. Третья закрыта. 4 5 6 7 8 9 и 10 вот я закрыла 10 петель так дальше этот ряд довязываю лицевыми каждую петельку провязываю лицевой до последней петли кромку в конце вяжем изнаночной петлей значит это у нас был 55 ряд поворачиваем вязание 56 ряд и все четные ряды просто петли будут лицевыми первую петлю снимаем каждую петлю я провязываю лицевой так последняя петелька которую мне осталось будет теперь кромкой вяжется она изнаночной петлей так дальше все нечетные ряды отсюда я буду убирать по одной петельки так значит 55 56 сейчас 57 ряд первую петельку снимаем выполняю убавление 2 вместе лицевой с уклоном влево первую петлю снимаю как лицевую вторую провязываю лицевой первое набрасываю на вторую вот а затем каждую следующую провязываю лицевой петлей то последний петлю до последний последний петлю до последней петельки последнюю провязываю изнаночной петлей есть 57 ряд поворачиваем так четный для начать первую петлю снимаем каждый следующий провязываю лицевой петлей в четных рядах никаких убавок вы не делаете это 58 ряд у нас четный ряд последнюю вяжем изнаночной петлей так поворачиваем смотрите дальше вот эти два ряда мы и повторяем для нашего убавления пока не останется 10 петелек так значит снимаем петлю нечетный ряд снять одну петлю 1 лицевая накинуть снятую петлю на провязанную то есть убавка влево дальше каждую следующую петельку провязываю лицевой до последней петли кромку в конце вяжем изнаночной поворачиваем вязание четный ряд первую петлю снимаем каждую следующую петельку провязываем лицевой снова до последней петли последнюю изнаночной все так я продолжаю повторяю вот эти два ряда пока у меня здесь не останется 10 петель я продолжила убавки пока не осталось 10 петель всего провязано на 72 так значит все остальные петельки просто закрываем закрываем как ранее 1 петлю снимаем следующие провязываем лицевой 1 набрасываем на вторую следующую вяжем лицевой 1 набросим на вторую так я закрываю все петли что у меня остались все 10 петель последний провязываю лицевой 1 набрасываем на вторую конец нити обрезаете и продеваете через последнюю петель так значит вот полотно если брать вот эту сторону как лицевую то есть изнаночной к нам и складываем смотрите вот линия 1 линия 2 сложили вместе вот так затем третью вот эту сложили вот так вот вот что получается и получается у вас правый следок это если лицевой стороной вот к нам то есть вот это все будет лицевая сторона есть изнаночная получилось сюда если переворачиваем вот эти две стороны сложить раз два вот эту три получаем левый следок так значит отсюда у нас выходит ниточка вот этот край я должна сшить вот этим краем вот так значит подхватываю кромку вот ввожу в первую кромку иглу со второй вывожу углу с одной стороны затем сюда ввожу кромку с другой вывожу другой стороны снова ввести вывести с одной стороны ввести вывести другой стороны смотрите отсюда я вы вывела прошлый раз теперь сюда ввожу иглу со следующей кромки вывожу иглу за одну арку петель с одной стороны то же самое отсюда я вывела прошлый раз теперь сюда ввожу иглу со следующего ввожу с другой стороны и так сшиваю все петельки так вот последние петли с одной стороны так вот последние петли с одной стороны вот так в итоге мы сшили еще раз прощаю последнюю петельку и выведу все в изнаночную сторону вот такой шов с изнаночной стороны теперь здесь фиксируем ниточку остаток обрезать снова поворачиваю лицевую сторону теперь вот это пришиваем так соединяю здесь нить так я всегда сшиваю с лицевой стороны крайние две петельки стянуть вместе затем крайняя стенка так вот крайняя стенка с одной стороны ввести со следующей петельки вывести с одной стороны крайняя стенка с одной петельки ввести со так не это вот это крайняя будет 1 и 2 с другой стороны вывести с одной стороны ввести вывести с другой с одной и вот с другой так и еще когда вот эта сторона вот до сшито полностью можно сделать еще вот хотя бы две кромки раз два сшивая дальше видите совсем немножко будет красивее выглядеть вот так получается с лицевой стороны тонкий шов на изнанке так последние кромки еще раз стянуть вместе вывожу нить в изнаночную сторону с изнаночной стороны закрепить между петельками все как ранее так для заднего шва я использую ниточку которая осталась при наборном крае стягиваем петельки затем две с одной стороны раз два с другой стороны все как ранее все швы фактически одинаковые все швы я выполняю с лицевой стороны вот так и сшиваю полностью до конца задний шов дальше когда у нас осталось здесь примерно шить один сантиметр для закругления пяточки мы вот эти петельки просто стягиваем вместе так вот я подбираю на иглу все петельки что остались и вместе стягиваем затем прохожусь еще раз вывести теперь нить в изнаночную сторону и также закрепить как предыдущие нити вот такие в итоге туфельки лодочки мы получили очень красивые рекомендую тем кто вяжет следочки на подарок как раз скоро будет новый год очень просто себестоимость получилась у нас около двух долларов а не 33 и как я всегда обещаю вам свешивать правда в первую очередь вес прямо с пуговицами сколько пряжи уйдет на два слитка 71 грамм пряжи вместе с пуговицами уши извините так всем большое спасибо с вами была Катерина Мушин это канал школы вязания наша пряжа всем до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok